Дота 2 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 Соса, Скайсинга, Ферст Депарчер и РРК по 3-4, но потеряли все шансы и XCTN и Zephyr. Именно эти команды мы уже точно не увидим в плей-офф. На данный момент в 10 туре параллельно играется сразу 4 матча. Вот они на первом нашем стриме. StarLadder 1 канал, Versuta и Light of Heaven для вас комментируют игру. Zephyr против Skys, шанс для Skys вернуться к 50% показателей, то есть 4 поражения. На канале под номером 2 Каспер и God Hunt комментируют игру. Mineski, RRQ, Mineski борются, борются Mineski за вот этот вот слот. Mineski еще предстоит игра против MVP Phoenix и у Mineski 4-3 на данный момент. RRQ 3-4, в принципе опять-таки последний шанс для них, нужно выиграть 2 последних матча. На нашем стриме мы сейчас посмотрим игру Orange против Exitent, Exitent, которому уже ничего не надо. И Orange, у которых 4-3, опять-таки в случае победы будет 5-3, шансы улучшатся. Ну и на стриме под номером 4 First Departure, у которых 3-4, им тоже нужно выигрывать против MVP Phoenix, у которых, еще раз напомню, 5-2. Ну и переходим непосредственно к матчу. Составы команд. Winter, Yosera, Shox, Indalysius и Sharky. Против них Бонг, Майк и Фокс и Аббенг. Ну и давайте сравним один и второй коллектив. У ребят из Zoran 4 победы, 3 поражения, не самая удачная игра. Хотя, казалось бы, довольно сильный, довольно слаженный коллектив. Мы видим 25% винрейт на Санкт-Пет, зато 100% винрейт на Rusty и на Клопе. Может быть, этих героев стоит юзайдать. Забегая вперед, скажу, что Rusty уже пикнули парни из Orange. Против них и CTN, одна победа всего, одна победа у них. Немножечко не самый удачный турнир. И мы понимаем, что, ну, команда, опять-таки, мало кому известная. И единственный матч, который они выиграли, это было вчера против First Departure. Проиграли они у Sky, Suara, у Mineski, у Meet, у RRQ и у MVP. Так что, вот, результат, скажем так, такой себе. Ну и обязательно им надо здесь показать хотя бы себя, чтобы заслужить в будущем инвайте на другие слоты и так далее. ТКД, Дазл, Дарксир и Пак. Пик от команды... Извините, вот здесь я перепутал местами. Вот, вот так вот. Orange у нас за Radiant, за Dire XCTN. Так вот, ТКД, Дазл, Дарксир и Пак у XCTN. И против них Кентавер, Сэн Кинг, Шеду Шаман и Вайпер. Вы знаете, почему-то пик Orange смотрится мне как-то вот по... По предпочтительней, что ли. 5 секунд, remain. Резерв, time. Versa Warrior. Radiant Team pick. Да, вот что-что. А Урсу здесь, наверное, мало. Кто ожидал, но она есть. И Урсу Warrior, пятый пик. Ну и чем ответит Orange? Чем ответит Orange на этого чудо-героя? Ну, в принципе, Урсу, Вайпер, Шеду Шаман, Сэн Кинг и Кентавр... Как ни крути, я контрят. Извините, нужно было допить кофе-йочек. Мы тут сидим, скажем так, на кофе массово вся, на кофе. Наша комментаторская бригада, думаю, вы нас понимаете. Довольно тяжелые тенечки. Последнее время выдались. И, скажем так, ужасно хочется спать. Иногда. Ну, в частности, в последнее время. Ну и Мирана. Ну и Мирана ласт пиком. Мирана, которую мы очень много видели на американских квалификациях, которые мы практически не видели здесь, в Европе. А Мирана, которая будет сейчас у Оранжей выигрывать им. Да, интересно. Ну и мы начинаем. И мы начинаем. Чудесный просто анонсер. Я сам заслушался и... И начинаем. И начинаем. И смотрим, что же у нас покажут XTTN. Пока они показывают только паузу. Больше ничего. Больше ничего. Мы же фантастический анонсер. Не могу никак наслушаться. Ну, вы знаете, когда новый анонсер появляется, обычно пытается вслушиваться все вот эти веселые фразочки и так далее. Итак, Ninja Boogie играет нас на Урсе. XTTN, BGA. 0.1 играет нас на Адазли. И играет на Джокиро. В миде у нас Абан на Апаке. Ну и Фокс. Дарк Сири в сложных. Команды Оренс Шокс сыграют нас на Миране в легкой. Сент-Кинг Индулисиус. И Шарки сыграет на Шеду Шамане. Супор Шеду Шаман. Посмотрим, как здесь пойдут дела у Шарки. Скажем так, пока турнир выдается для него не самый замечательный. И Саэра. И Саэра. Не знаю, называйте, как хотите. И Саэра, в принципе, наверное, и считается. На Вайпере будет в миде. И в сложную побежал Винтер. На Кентавре тот самый Винтер, который долго был комментатором. Ну и вы слышите, что Стэн не говорит, что кто-то ливнул. Потому что понял, что в этом мире есть и другие вещи, кроме Доты. Отличный просто анонсер. Да, ну вот он Винтер. Вот он Винтер. Ему здесь будет не весело, понятное дело, против Дазла и ТХД. И в курсе, наверное, вряд ли ему получится приблизиться. Ну и Саэра против Аббинга в миде. Пока, видим, Вайпер очень сильно гоняет пак. И не дает вообще подойти. Вайпер будет качаться. Уже качается, мы видим, он через... Поезды на атаку через нейротоксин. Ну и посмотрим, как тут дела у Аббинга вообще пойдут. Потому что поначалу мы видим, он одного крипа забрал. И это все, на что он пока сподобится. Но, правда, уже второго забрал. И, может быть, даже заберет третьего. А, может, и нет. Аббинга? Опасно, опасно. Он так себя здесь ведет. Спрашивает, где Яматех. Яматех уже полгода как играется в команду Титан. И готовится уже к интернешнл. Не знаю, получает визу, получил уже. Кто их знает? Вы знаете, что много кто получил уже визы. В частности, такие игроки, которые казалось, что будут у них, может быть, какие-то проблемы. В частности, визу уже получил. Бон Севен. Который не получал визу в прошлые разы, когда нужен был ехать в Америку. В частности, на MLG Columbus. Также визу получил уже Ваня Скороход из Эмпайр. Ван Скор. И Вайпера Винди убивает Аббинг. Только-только я долго говорил, что Вайпер загонял Аббинга. И, видим, залетает, залетает Аббинг под Тавр. Отлично. Ловит он и Саэру. И есть первый фракт для команды XCTN. Вот так вот. Ошибочки, ошибочки. Нельзя так шиваться. Ну, Винтер, видим, пока подбежал сюда в сложную. Третий левел у него уже есть. Вот получилось дождаться крипов по Таврам. Даже двойную пачку. И Винтер на хосте. Не боится Урсу. Можно и побыковать. Он понимает, что на хосте его вряд ли поймают и убьют. Ну, вот и четвертый левел сейчас будет у Кентавра. Пока Тапок 600 голды у него имеется. И в 2-0 Крипстат. Урса 13 на 2. Опять-таки более-менее нормально идет. Ну, и снизу хорошо идет Шокс на Патме. Стоит он против крипов. И пока мы идем 15 на 8 Крипстат. Все более-менее у Шокса хорошо. Чувствует себя уверенно, скажем так. И это самое главное. Ну, рядом с ним Шарки. Здесь он, который, конечно, здесь не нужен. Но у Цинкин, да, Цинкин пулит. Цинкин скоро будет делать на третьем левеле со вторым песочком даблстаки. И мы прекрасно это понимаем. Ну, и будет у него все-таки ранний дак. Должен быть. Вот, стаки уже есть. Сейчас сделает еще один. Все четко делает. Инсидивлиус. Инсидус. Инсидус. Вот. Инсидиус. Инсидиус. Боже, какие никнеймы у людей. Феноменальные. Просто. Ну да ладно. Будет здесь сейчас песочком этот трипл стак фармить. Ну и смотреть, как Цинкин фармит песком трипл стак, я думаю, мы не будем. Тут все ясно. Давайте переключимся опять в мид. Здесь 24 у Вайпера на данный момент, у Пака у Аббинга 14 на 3, но у Пака есть форсблат, не забываем, который, конечно же, вот этих вот шесть крипов нивелирует. Вот это вот небольшое преимущество, которое имеется у ИССР, ну и мы с вами все прекрасно понимаем. Здесь Винтер, Винтер, проблемы могут быть у Винтера, если попадет сейчас, ну вот, мы, видимо, поняли, что на Винтера сейчас бежать, в принципе, смысла особо нету. Ибо под тавер Урса идти не хочет пока. Ну, тем более, если есть здесь крепы, тем более, если у Винтера сейчас еще и будет пятый левел, вообще нападать не вариант. Не, ну, можно постараться, но, скорее всего, разменяется Винтер, все-таки, мы понимаем, что дабл-эдж и 325 демега, это проблема, вот, опять-таки, напали на Винтера, прокляли его. Не, подморозил ЛТКД и Винтер спокойно дальше живет, скажем так. Дарксир пошел в леса, Дарксир решил сложную против Патмы не стоять, ибо неблагодарное это дело. В лесах, мы видим, нафармил себе Солд Ринг, есть у него щиток изначально две точки ТП, есть пятый левел, 500 голды будет выносить здесь, пытаться довольно быструю меку. Ну, а Пак побежал против Патмы, а в миде кто? А в миде кто? Ну, или это Ганг? Да, это Ганг. Пак в смоке, пытаться заходить, если найдет кого-то с суппорта, будет, конечно, хорошо, или будет попытка убить Патму, но это такая попытка, вы знаете. Когда Дарксир бросает на себя Сурдж и к тебе вот так вот несется, я думаю, все абсолютно понятно, что он здесь не один. Ну и прекрасно также Шокус просчитал этот момент, отбежал, рядом был Шарки, то есть в случае чего Шарки бы помог. Ну вот, вот он Фокс, стрела есть, он в притык будет пытаться давать. Фокс, фикси, ароу, попадает и минус Фокс, отлично. Ну, Фокс, кстати, мог попытаться еще здесь вансануть, то есть повернуть налево, увернуться от стрелы, не стал он этого делать. На Винтера, тем не менее, напали, Урс до конца бежит, Винтер, стан и бежать. Опять КПКД дает прям в лицо Винтеру и сейчас отрезает трех игроковых CTN, Вайпер ультует Вива и пытается сделать ТП-аут. Дабл Эджем бить его не стоит, потому что здесь Син Кинг, ну и улетает отсюда Урса. Убили только одного с двух ТП, в принципе, и более-менее. Будь здоров, Вилат. Прям чихнул. Как будто правду говорю о том, что MVP Феникс выйдет в плей-офф. Ну, против Форс Депарчер играет MVP Феникс. Прямо сейчас эта игра идет на четвертом стриме. Twitch.tv slash StarLadder 4. Включайте параллельно, обязательно. У меня включен. Этот матч на планшете, его параллельно я одним глазом посматриваю. Ну и адекват находится у руля. В том матче и комментирует игры. BG-01. 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 Пока довольно ольготно и комфортно все чувствует на линии. Ну, а Урс тем временем забежал на Рошана и убил. Его привычка, вот слана у меня, да, не показывать, что происходит на Рошане. Если его кто-то бьет, в довольно нестандартных ситуациях, да, потому что все время ты боишься, что кто-то услышит. Ну, когда в арене, да, например, на сцене сидят команды, поэтому стараюсь не показывать, что происходит на Рошане. Ну, понятное дело, если это не драки. Урса забрала Аэгис и, в принципе, самое интересное, что ну, Вард, конечно, стоит, но, понятное дело, что она, да, заходила в смоуке и поэтому нинджи буги там поймать было тяжело. Но то, что Урса нет на топе, должно было хотя бы немножечко насторожить, как бы, парниш из Оранж, но мы видим, не особо-то они парятся на эту тему. Вайпер 42.8, Патма 49.10. Все более-менее хорошо пока. Ну, и мы видим, что Мидаса Патма и у Вайпера, слава богу, Мидаса нету. У Вайпера будет Мека, причем будет довольно скоро, да, то есть осталось совсем немножечко. Ну, и мы понимаем, что Вайпер с Мека и потом с левелом будет довольно опасен. Здесь Сенкинг, у которого скоро будет 7-й левел и минутик 11-й у него будет даггер. Это будет тоже хорошо, вот, в принципе, после этого стака у него должен быть даггер. Правда, вы смотрите, вот этот Сенкинг такой не очень-очень, да, терпильный, как мы видим очень часто Сенкинговый. Этот Сенкинг в 3 взял Барустрайк и это абсолютно верное решение. Что с даггером он будет прыгать, причем очень рано на 7-м левеле, да, и если будет у него Барустрайк в 4 и в единичку, ну, на 1 ультимейт, это будет круто, потому что песочек 2, этого хватает. Дальше же фармить-то нет смысла. Сейчас вот эти вот курсачи поумирают, собственно, и сатиры, и будут деньги на даггер. Должны быть. Ну, или... Или не будет, да будет, будет, да. Вот они, деньги на даггер, 250, поехали. 9 минут 45 секунд понадобилось. Ну и на Тавр в миде нападают. Здесь Шарки вместе с Вайпером. У Вайпера есть ДД, у Шарки есть Ворды, поэтому, понятное дело, здесь Тавр никто дефить даже не будут. Забили на него XCTN с самого начала, и вниз они побежали, цепляет Патмул, Патма, ждет момента, чтобы сделать липаут, Патма, отличный липаут, стянули ее, Патма инвиз, Патма, поставили вард, Патма на развороте, будет давать стрелу, стрелой попадает у нас БГ-01, БГ-01 погибает, Вайпер, Вайпер Страйк дает все-таки в ТХД, ТХД пытается жить, тпаут, и успевает. Ну, я думал, не успеет здесь что-нибудь ТХД, было бы вообще не весело, Урса сюда прибежала поздновато немножечко. Ну и Вайпер, собирайте временем Меху. На топе Шарки дали получать немножечко левел, да, Винтер побежал на базу регенится, у Винтера тоже есть Даггер, Шарки, Аркантапки 350 голды. Ну и Вайпер на Урсу, нет ульта, ну хотя в принципе и без ульта они с Урсой справятся, да, вот так вот, но это только первый раз, надо же будет еще второй раз убить Урса на Сынкинга, тот песочек, здесь же Кентавр, хорошо, хорошо, убили очень быстро у нас Датла, Оранжи отходят, Урс теряет Эгги здесь точно, Тарксиль ее ускоряет, хороший Патма по Сынкинга, второй раз сейчас должны убивать Урсу, ТХД здесь жив, Сынкин пытается заныкаться, нет у него маны, Урса бежать, Шарки раскастовался, Урса за Сынкингом, мансовать должен Сынкинг, здесь же прыгает Кентавр, цепляет раз в последнюю секунду и минус Урса. Но правда Урса еще успевает убить Сынкинга, если бы он стоял вот здесь, а не лез в атаку, то остался бы в живых, но он решил побаковать, был бы счет 6-1, в итоге 6-2. Да, без проблем Эггис выбивает Оранжи, но вы знаете, Оранжи явно видно, что в этой игре они намного более уверенно себя чувствуют и намного более сильны. Молодец. Ну тут Даззл, мы видим, бросил Ви, вы решили Оранж отбежать, потом заберут этот Тау, сейчас драться посчитали невыгодно. И так все у них хорошо, зачем спешить? Тут шарки, лес фармит просто шарки, какой он жесткий. И еще раз молния. Смотрите, в натуре жесткие шарки, не знаю, что он там будет делать себе, какой из этих фактов я имею ввиду, вряд ли это будет Даггер. Ну правда, если будет Даггер, будет очень круто. Ну а тут у Дарксира проблемы, два раза он умирал, и у Дарксира по-прежнему нету Мекки, когда появится Мека, неясно. Джакира мы видим, тоже ничего толком нет, хотя летит что-то здесь, птицы, на тварды летят. У Джакира, у Даззла, у Даззла есть арканта, где-то отлично, в принципе. Ну а что Мейнкере Урса? Урса Даггер и Владмирс пытаются собрать, есть поясы и мрабитмасочка, вот скоро будет Владмирс, ну и в принципе, очень активно это будет Урса будет наврываться по-серьезному, на врыве. Скажем так, ну вот, надо и врываться пораньше, а не так долго, да, пытаться что-то там придумать. Не знаю, сейчас когда она может там выскочить, уже будет поздновато. Вполне возможны такие ситуации, скажу я вам. Есть ТП вниз, это шарки, шарки с вардами, пятером у оранжа на нижней линии. Вижна здесь нету у команды XCTN, видят они только под он сейчас на линии, вайпер не палится. Вайпер сейчас спалился, по-моему, а может быть нет. В любом случае, могут догадываться XCTN, что здесь много врагов. Урса фармит нейтралов. Будет ли Сенкинг прыгать туда? Я думаю, вряд ли, слишком далеко. Сенкинг здесь занял довольно интересную позицию. Ну и забегает, забегает оранжи. Вив, вив по-троим. Мы идем пока фортификейшн, пока висит вив. Будет переждать. Урса готова уже делать блинк в драку. Тавр сейчас упадет. Тавр падает, забирает его вайпер. Дали мегу, дали инвиз. И идут в атаку. И идут в атаку. Это может быть очень серьезная атака, если сейчас поймают они. ТХД уже поймали прыгать на ТХД. Хекс, Сенкинг капнул, ТХД разорвали. Пагдет Сайлос, тут же получает стрелу, Дарксилль, стягнул двоих. ТХД все-таки спасает. Здесь Даза, Даза раскастовывается. Раста уже умерла. Хорошая пока драка для XT10. Раста грызет на свайпера. Вайпер дает мегу Раста. Говорю, Раста, извините, Урса. Но Урса погибает. Погибает здесь также Дарксилль, Сенкинг с ультом. В остальных минус 5. Там байбэк Урсы. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну и это минус 6. Потому что Пак тоже делал байбэк. Если Пака еще раз убьют, то будет минус 7. Пак, Пак. Нет, Пак ски уйдет. Да. 12-4. Вот так вот 6 в 2 получился замес. Два байбэка сделали XTN. С надеждой, что получится у них подраться. Ну, подраться у них получилось. Но выиграть драку, к сожалению, Пак. На Шарки. 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 Хекс. Шарки. Варды. Молния. Сетка. Крепы добьют Шарки сейчас. Да, Крепы добегают Шарки, но он разменивается. Так что все, окей. Ну, а под материном БКБ себе напармило. Опять-таки неясно зачем, но... Окей. Против Урсы, ТХД, Дарексира и Дазла. БКБ, ну окей. БКБ это тоже полезная штука. Ну и по деньгам вы понимаете, что уже 6 тысяч голды и 6,5 тысяч экспы. Давайте смотреть дальше. Саера на топе на Вайпере. Мы видим, собирает Агонимсия после Мекки. Шок-спат-мап КБ уже летит. Должно, по крайней мере, лететь. Вот оно, вот оно. Два в рейс-бэнда. Один вайперовский. Один под мы. Некуда их просто вложить сейчас. Валяются они. Продавать же не стоит. Может быть, какие-то слонты особо боятся. Ну и вы смотрите. Это такой себе байт на вайперах. Кентавр. И отлично. Усу делает билкал. Переморозили Кентавра. Проклили его. Тут же есть Вив. Кентавр пытается бежать. Поставили с антривард. Ну и пока все. Пока на этом экшн. Закончился. Патма уже с БКБ. Очень хочет подраться. Оранжи тоже очень хотят подраться. Они понимают, насколько они сильнее. Они понимают, насколько они и в плане пика лучшие герои у них. И в плане персонального скилла, насколько они лучшие. Ну и тут надо действительно Оранжи выигрывать. Подмамец Дарксир. И делает тупо аут. Вот он, вот он, вот он на БКБ. Попала стрелой. Убила Дарксира. Включила БКБ. Сделала тупо аут в столпы. У Урсы не хватило демэджа. Ну Урсы зато хватает сейчас нагрозди пойти в Рошан. Второй Рошан для Урсы. И есть маяки. Есть маяки от Оранж. Подмадает он Виз. Слишком палевный. Но не знает, с какой стороны на них будет нападать. Урса тоже боится. Урсу уже видит Сен-Кинг. Сен-Кинг копает Урсу. Тут же Кентавр. Добл Эдж. До свидания. Ну зачем же ультимейт Сен-Кинг-то, братьев? Зачем же ультимейт прыгать в толпу? Ну хотя да, пойдем. Ира Макропира здесь у нас лежит. Но понятное дело, что это такое. Мне пишет что-то. You angry at me. На Сен-Кингану, что так оно походу и есть. Урса Вариор. Погибла здесь в прошлой драке. Сен-Кинг на нее вообще ничего не пожалел. Ну и Рошан забирает Оранжи. Плюс до того преимущества, которое они имеют. Они опять-таки сделали бафрага. Убили мидера, убили мейнкерри. Забрали Рошана. Стрела! Да, залетает. Да, слайд, тут же Кентавр прыгает. Фокс тоже погибает. ТХД остается один. Ну и Вайпер в него вгрыз. СДД. До свидания, ТХД. Минус пять. Оранж. Неостановим. Ну и ТП сюда делает Пак. Ну понятно, ничего тут не сделает. Пакма за ним. Пак. Ай-яй-яй-яй-яй. Пак не поймал. Ну и что тут поделать? Урса остается там в живых. И Дэн Эрро. Ну, видимо, тут уже получает удовольствие. Икс... Даю! Пишет Шокс. Даю Эрро! По-русски, блядь. Шокс. Пошло уже общение между игроками. Я думаю, вы понимаете, что этот матч в принципе уже можно считать законченным победой команды Оранж. Ну вот, да, мы досмотрим. Икситен получает удовольствие. Они играют на интернешнл. Такое бывает не часто. Поэтому, понятное дело, они не будут вливать. Они играют на интернешнл. Они играют на интернешнл. Дочь хотел прыгнуть с ультом Но прыгает просто на Урсу Урсу начинает бить Там вайпер страйк в нее У нас иллюзия Расты, как страшно Стенку поставил Фокс, его тоже расстреливают Урса бросилась на иллюзию Расты Тут вообще Индвиз подмык, к тому же стенка Дортира была потрачена Нервничают их CTN, это понятно Они очень сильно проигрывают Ну и хотят, хотят, ребятки, как-то отыграться Смотрите, Урса здесь заняла в ожидательной довольно веселую позицию Раста Внезапно Внезапно Дабл Экш Есть Грейп, Урса бежит Сен Кинг, кастует Прыгает И копает одного, трусит двоих Урсу убили Стрела, стрела мимо Там Дарксид дал Мекку, он живой, макропиров никуда Кентавр Готов дальше драться, но пока только одного Урсача убили Все остальные попрятались по нормам А, здесь вы смотрите Откоп опять-таки был здесь от Сенкингад Не точно Патмат побежал на хайграунд Ну и погибает здесь Дазл Ну и пытается что-то сделать Джакира, но Да ладно, Патмат забила на него просто Ладно, черт с тобой, Джакира В любом случае, Мидия падает в бараки Пак, Сайленс в толпу Пак Ой, сука, и отсюда Стоял-то в толпе, никто его не начал бить Ну мы видим, Мид снесли Нижнюю и верхнюю линию нести пока Оранж не могут Потому что стоят Два товара И мы видим, уходит Сенкинг быстренько пушит топ-линию Здесь Урса на Вайпера Вайперстрайк в Урсу И экс, до свидания Урса Дазл Повер Дазл в Дарксид в толпу Мы видим Дазл дал вив Толку никакого Здесь ТКД ТКД приморозил немножко земли Ну и просто раскладывает ДГТП Очень спокойная игра от Оранж Оранж Выходит в 50% Ой, извините, Оранж У них же было 4-3, по-моему, да? Сейчас мы проверим Оранж действительно Ну, мы можем показать сетку Чудесно, как наутся Бипом закончил он игру Ну что же Оранжем, видите, было у них 4-3 Становится 5-3 Догоняет аниме Траст И одна игра у Оранж осталась Одна последняя игра На сегодня Играть им придется с командой Ферст Депарчер Это будет Немножко попозже Где-то через полчаса Прямо сейчас На параллельных стримах На первом Втором И четвертом Идут оставшиеся матчи Я вам напомню, что играет там у нас А нет, уже MVP Phoenix Закончили свой матч MVP Phoenix А выиграли у Ферст Депарчер MVP Phoenix Красавцы Сейчас попробую обновить турнирную таблицу Чтобы вы посмотрели Ну и Гигабайт Минески против RRQ Идет на втором стриме Скайс СГ против Зефир На стриме первом Эти матчи Все еще Все еще идут Ну А на нашем стриме Последний матч сегодняшнего дня В 11-м туре будет Минески MVP Phoenix Интереснейшая игра Мы ее сейчас с вами ждем Действительно она будет интересная Начало этого матча Должно быть в 11 по Киеву Что будет у нас довольно большая пауза Здесь на первом стриме Целых 30 минут Поэтому переключайтесь на наш первый и второй стрим Здесь ставьте mute Или просто ее зайти в мультитвич Смотрите все стримы Никуда не уходите Продолжается квалификация